Я сделаю краткий перуш на Пороша Чавуа Пинхас или Финес на русском языке. И я повторюсь, эти слова записаны в книге чисел, 25 глава с 10 стиха. «И сказал Господь Моше, говоря, Пинхас, сына Лазара, сына Аарона, священника, отвратил ярость мою от сынов Израилевых, возревновав по мне среди их, и я истребил сынов Израилевых в ревности моей. Посему скажи, вот я даю ему завет мира, и будет он ему и потомству ему по нем заветом священства вечного, за то, что он показал ревность по Боге Своем и заступил сынов Израилевых. Имя убитого израильтянина, который был убит с мавитянкой, было Зимри, сын Салу, начальник поколения Шимона, а имя убитой маадитянки Казби, по-русски Хазва. Она была дочь Цура, начальника афома племени Мадианского. Я хочу дать несколько коротких уроков, и надеюсь занять не больше, чем 7-10 минут, но я надеюсь, что эти уроки будут важны, а после этого нам будет служить Эйтан, мой учитель, духовный отец, и я буду очень признателен всем, если вы будете внимательно слушать его. А сейчас несколько уроков. Во-первых, мы помним, что в предыдущей главе пророк, коррумпированный пророк, то есть пророк, который из-за коррупции деградировал до уровня колдуна, попытался проклясть наш народ. И в духовных сферах у него ничего не получилось, потому что Израиль смотрел на Господа Бога, а Господь Бог смотрел за Израилем. То есть когда ты смотришь на Бога, Он смотрит за тобою. Но мы знаем, и это первый урок, который я хочу, чтобы вы усвоили. Не только духовное влияет на физическое, физическое влияет также на духовное. Что сделал Бель-Ам? Он хотел отработать плату, которую получил от Балака, и он дал мерзкий совет. Он предложил соблазнить лидеров Израиля особенно красавицами, дочерьми знатных родов язычников. И у них это получилось. И поражение пришло особенно, как говорят толкователи, в колено Шимона, потому что там они каким-то образом очень эмоционально отреагировали на появление всех этих заморских или зарубежных красоток. И поражение началось. 24 тысячи человек умерло. И я хочу сказать, нам важно понимать, и, к сожалению, всегда во время распространения Евангелия Ишоа Машеха возникали разные левые учения, которые вдруг в какой-то момент времени начинали говорить, что наша святость непрерывна из-за того, что мы избрали Ишоа Господом и поступать, жить мы можем как хотим. На самом деле оно так не работает. Если ты избираешь путь Божий, ты должен вести себя свято, потому что, если ты допускаешь свою жизнь при любодеянии или преступлении или неважно, какой грех, ты ослабляешь защиту Господа, а иной раз можешь вызвать серьезный гнев. И сейчас из-за распространения короны, и это тоже мор, подобно как там, мор, убивший 24 тысячи, человек. Нам нужно как бы взвесить свои пути и сказать, Господи, где мы отступили перед Тобой, помоги нам исправиться. И верующим в частности важно держать планку и быть светом в любых обстоятельствах, не позволяя искушениям физическим, в том числе не только духовным, но и физическим колебать нас, потому что духовное зависит от физического, а физическое зависит от духовного. По сути, мы один целый человек. Это такой маленький первый урок. И второй урок, который я бы хотел здесь вам сказать. Очень часто, очень часто мы смотрим на лидера. Как лидер поступит? Как лидер среагирует? И в зависимости от реакции лидера мы тоже как бы двигаемся, или... На самом деле данные стихи очень четко показывают нам, что не всегда лидеры могут адекватно реагировать. И иногда они сами находятся в каком-то шоковом состоянии. Это может касаться лидера любого уровня, начиная от главы правительства, или главы города, или главы армии, или главы общины, или главы семьи, коими всем мы являемся по тому или другому уровню. То есть нас может выбить из колеи какой-то конфликт, возможно предательство, возможно разочарование. Есть еще миллион разных возможно, всех которых мы не знаем. И вот здесь в этой ситуации, когда Зимри привел Казби эту девушку, дочку Цура Мадьямского царя, Моше был просто в ступоре, в шоке и не мог ничего сделать. Бог поднял Пинхаса. Бог поднял Пинхаса. Но чему мы учимся с этой историей? Тому, что если мы ожидаем от лидера того, чего ожидаем от Бога, то это большая проблема наша. Все мы люди, каждый находится в своем месте. И иногда глава семьи, или глава общины, или глава города, или глава государства нуждаются в некоторой замене и поддержке. Не в смещении, не в замене. Если твой муж, у него что-то не получилось, ты же не ищешь другого мужа. Если у главы правительства или какой-то головы чего-то не получилось, поддержи, помоги. Именно поэтому Новый Завет нам говорит, молитесь о лидерах, чтобы то бремя власти помогало им быть трезвыми. Но знайте, что периодически Бог поднимает не лидера, чтобы он решил важные задачи. И это говорит каждому из нас, что все мы должны быть открыты к голосу Бога. Они говорят, а кто я такой, что вы у меня спрашиваете? Это урок номер два. Урок номер три. И здесь написано «Скажи Пинхасу сыну Элазара, сыну Аарона священника». Вы знаете, Хазаль или традиционные толкователи в иврите этих слов говорят, что Бог сказал Моше все титулы Пинхаса, что он сын Элазара и что он внук Аарона и так далее, чтобы показать, что он человек значимый, потому что многие вокруг знали, что по маме он приходится родственникам Итро, то есть идолопоклоннику. Типа, что это идолопоклонник или внук там, какое-то поколение идолопоклонника пошло разбираться с одним из главой глав израильских колен с колена Шимона. Вы знаете, я крайне в большом сомнении, что вообще можно проверить, кроме вот этих слов, что он был в родословии Аарона, в каком еще родословии был Пинхас, потому что мы не можем найти имен наших прабабушек, а тут прямо вот тебе толкуют в Талмуде, что он там приходился в Итро. Я думаю, что на данный стих стоит посмотреть несколько иначе, и здесь слова детям, детям, очень часто дети смотрят на своих отцов особенно, как на нечто недосягаемое, типа вот отцы, мой отец добился такого-то, он такого-то характера, он такого-то уровня, он настолько крут, и я вот туда не тяну, я намного мельче. На самом деле Писания говорят нам, что блажен человек, который наполнил сына Миколчан, и который выпустит эти стрелы, и они полетят дальше. Каждый ребенок имеет потенциал удвоенный, чем у его отца, и это не обязательно он должен выразиться в тех же поступках, если отец каменщик, сын не обязан быть каменщиком, если отец музыкант, сын может быть кем угодно, то есть это не обязательно точно повторять пути отца, просто ты берешь его ДНК, ты берешь помазание от Господа и двигаешься дальше, и вот здесь показано, как Пинхас, который был сыном великого первосвященника Элазара, и супер великого, внуком супер великого первосвященника Аарона, сделал нечто и заступил весь народ. И сейчас последний урок, самый последний урок, из этого чтения, здесь указано в 14 стихе имя убитого израильтянина, который был с мадиатянкой, был Азимри с инсалу из колен Шимона. Почему автору, то есть Моше, было важно указать имя человека, который принес беду в Израиле, чтобы его проклинали десятки, сотни поколений. Для чего он это показал? Совершенно разные толкования могут на этот счет быть, но здесь есть интересная вещь, которая мне бросилась в глаза сразу. Он был из колена Шимона. У Шимона были, Шимон, один из 12 патриархов, у него, как известно, были проблемы. Я надеюсь, вы все помните историю, что когда в Шеме изнасиловали дочку Иакова, Дину, то Левий и Шимон, они вырезали весь город. То есть они были горачи, горачи ребята. И на самом деле многие считают, что Левий делал это возмездие, потому что ему была крайне важна праведность и защищенность семьи Иакова, потому что он видел великое предназначение. А Шимон, он был просто суперэмоциональный человек. И вот здесь нам нужно понять очень важную вещь. Многие из нас так сотворены Богом, что мы тоже очень эмоциональные, но нам нужно воздерживаться. Я, когда читаю этот текст, я его к себе применяю, потому что для меня моя личная реакция строится часто на эмоциях. И когда что-то случается, я начинаю быть как кипящий чайник, но я думаю многие из вас тоже, и те, кто смотрит, Писание в послании к Ефесянам говорит, не кипятитесь, солнце не зайдет во гневе вашем, чтобы мы могли быть устойчивыми. И если мы приняли Иешуа, и в нем мы приняли обновленный дух, то очень важно понять эти слова, и просто уповая на Господа, не позволять солнцу, то есть дню закончиться, чтобы мы еще продолжали пыхтеть и гневаться, чтобы мы могли прощать и восстанавливаться, не быть как Шимон, который увидел красивая девчонка идет, и он про свою жену забыл, ну там его жена тоже должна была его за узды взять, но так уж получилось. Короче говоря, мы здесь многим вещам учимся, пусть Бог поможет нам не грешить.